А теперь вернёмся в зал суда. На самом деле подаю иск о возмещении мне материального ущерба 120 тысяч рублей и 37 тысяч за оплаченное мною лечение. Дело в том, что недавно мы с невестой решили посетить Чехию, отдохнуть в отпуске. Ну и решили проехать через Москву. У меня в Москве сестра живёт, вот и решил заодно денёк у неё перекантоваться. То есть, ну хорошо, созвонился с сестрой, то есть она нас приехала, она нас встретила, как положено, на машине приехали домой к ней. Сказала, что муж приедет только утром, поехал по делам, его не будет. Ну в общем, всё как положено, то есть посидели, хорошо поговорили, выпили, конечно же, за встречу. Далее невеста моя утомилась, конечно же, в дороге, то есть попросила, чтобы её спать, сестра увела. Ну всё, легла она спать, то есть мы продолжили вечер вместе с сестрой. Мог бы позвонить, что не один приедешь. Вот, то есть продолжили вечер с сестрой, пошли на веранду, там, где баня у них находится. То есть сидели долго, где-то часа в четыре утра примерно, то есть я решил пойти посмотреть, то есть как невеста. Ну и в общем, когда зашёл в комнату, то есть, конечно же, я шокирован сначала был. То есть лежит невеста, на ней лежит, справа от меня это шимпанзе. Простите, естественно. Я увидел самую настоящую оргию, то есть в прямом контакте, да. Я сначала опешил, то есть, но потом сообразил, благо волос длинный, то есть зашкердак взял, оттянул его. В итоге у нас получилась драка в комнате, в сутолке которой я опнулся на ногу, то есть и полетел в итоге со второго этажа по лестнице. Ну вот, соответственно, что нанесённые травмы в полёте лестничном, то есть с невестой мы ни на секунду больше не остались там, вызвали скорую помощь. И в итоге результат моего отдыха, то есть я поехал в больницу, а невеста поехала в гостиницу. Соответственно, ответчик, раз он ответчик, то есть вот пускай отвечает здесь по закону, а по понятию я у него потом спрашиваю. Понятно. Скажите, пожалуйста, а вот эти 120 тысяч рублей, то есть 37 – это расходы наличия, неправильно? Вы сейчас готовы предоставить соответствующие документы. А 120 тысяч рублей, это что такое? А это, Ваша честь, оплаченные путёвки плюс билеты с Дальнего Востока до Москвы, то есть и всё прочее. Всё необходимое здесь есть. Хорошо, через судебного пристава передайте, пожалуйста. То есть вы утверждаете, что именно поведение ответчика явилось прямым, как бы такой основной причиной возникновения ущерба в виде затрат, которые были вами понесены на оплату туристических путёвок, которыми вы не воспользовались, билетами, по которым вы не смогли улететь, а также вы понесли расходы в размере 37 тысяч рублей. Ну, естественно, а кто же ещё? Пожалуйста, Отличик, я вас слушаю. Ваша честь, я не согласен с выведетым иском в мою сторону и заявляю ответный иск в сумме 75 тысяч рублей, так как была выбита дверь и была сломана лестница. Понимаете? Да, жена мне говорила, что должен приехать брат, но она же не говорила, что он приедет вдвоём с кем-то. Я ещё сам расстроился, думаю, вот, а у меня подпись заключения контракта с моими бизнес-партнёрами. Посидели в ресторане, душевно отметили, ну, думаю, ну, куда я вечером поеду? Звоню жене, говорю, так и так, задержусь, оставлю машину около ресторана, а ты встречай гостя дорогого одна. Ну, поехал потом домой. Лёг, не спится. Думаю, дай-ка я им визит, сюрпризом сделаю. Ну, и приехал, поймал такси и приехал. Смотрю, свет выключил. Простите, а где вы легли, и вам не спалось? В своей квартире городской. Да, ваше честь. Приехал один, привык с женой, ну, не спится, решил устроить сюрприз. Поехал к себе на дачу. Вот, приехал, свет выключил, остатки банкета. Ну, я выпил пару рюмок и пошёл к своей жене в супружескую спальню. Она же там у меня всё время ночует. Смотрю, она спит, но я сзади к спине прижался и думаю, дай я её разбужу, её чуть-чуть нежно. Ну, и вот самый неподходящий момент. Дверь пинком открывается и с криком «Ах, ты сволочь, что ты тут делаешь?» На меня бросается какой-то мужик. Я грешным делом подумал, может быть, пока я с ребятами там отмечал, в ресторане жена любовника привела, так нет, этот наседает, тумаками меня награждают. Ну, на силу собрался, выкинул я его за дверь, а он снёс её. Всё. В итоге я его скинул с лестницы, виск, шум, свет внизу зажёгся. Смотрю, это жена внизу свет зажгла, а рядом, оказывается, со мной совсем чужая женщина была, а я-то ни сном, ни духом о ней не знал. Поэтому и получается, что брат жены нанёс мне материальный ущерб. Вот у меня здесь есть смета на замену лестницы и подбор, свет, замену двери. Так, передайте, пожалуй, через судебного пристава. То есть 75 тысяч рублей. 75. Вы согласны с ними или вы возражаете? Ну, то, что там действительно сносена дверь, то есть, конечно же, это на самом деле так. Но, в принципе, факт о спровоцировании было с его стороны. Я думаю, с его жены. Она могла бы не участвовать. Интересно просто, как так, слушай, а если бы я тебя с бабой перепутал, то есть... Ну, при чём здесь меня? Сейчас разговор-то о твоей, как бы, так называемой невесте идёт. Так, вы просили свидетелей, естественно? Да. Да, пригласите, пожалуйста, в зал свидетелей истца. Свидетелей истца, пройдите. Ваша честь, я Серебрякова Лариса Андреевна. Это мой жених, я его невеста. Я просто вообще в шоке от всего. Просто в шоке. Я не представляю, как можно было перепутать двух абсолютно разных женщин. Тем более, свою жену не отличить. Естественно, я была уставшая, немножечко выпившая. Конечно же, я уснула крепким сном. Как можно постороннему... Как, вернее, можно, как сказать, зайти в спальню и не понимать, что там лежит абсолютно другая женщина? Ты тоже особо не сопротивлялась? Не сопротивлялась? Я спала, извини меня. А ты воспользовался моим таким вот беззащитным, как сказать, то, что я такая беззащитная, я вся и сплю и ничего не понимала. От этим воспользовался. Я вообще, между прочим, ухаживаю за собой. Хожу в спа-салоны, мне делают различные массажи, маникюры, педикюры. А там, мадам, это вообще просто противоположность мне. Просто я не понимаю, как это вообще могло произойти. Я так нервничаю, это просто ужас какой-то. Это просто невозможно. Он пришел, увидел, что брат и сестру беседуют мило. И просто-напросто воспользовался. Я вообще их не видел, если бы я заметил, я бы... Зашел в спальню ко мне и воспользовался. Ты просто этим, вот такой вот ситуацией, воспользовался ты просто-напросто. Я просто не понимаю. Вы начали кричать, сопротивляться, звать на помощь. Да я когда зашел... Там дело в том, что я когда зашел, у нее был полностью рот зажат рукой. То есть сопротивление, конечно же, было. Я это сам видел, когда в комнату зашел. То есть вы считаете, что ответчик своей жене, как утверждает ответчик, затыкал рот рукой? Да. Значит, он понимал, что это не его жена? Он понимал, что он делает. Да как я могу своей жене рот затыкать? Это же моя жена. Это же было, это же факт. Я не знаю, этого он придумает. Ничего подобного, так и было. Да не было этого. Если бы ты сопротивлялась бы, я бы сразу понял. Слушай, ты, это равносильно тому, пускай она моя сестра, это то же самое, что перепутать чудовище с красавица. Ты что-то тут в натуре ливер гонишь, полушамблен. Естественно, вообще речь идет о вашей сестре. Ну так, ну секундочку. Ну я говорю, хоть и моя сестра, а что, факт есть факт. Да вообще какой-то жаргон у него. Даже не знал, что у моей жены такой брат. Отзывалась о нем вполне нормальный человек. Да у меня-то жаргон, у тебя поведение, слушай. Я тебе говорю, когда все завершится, тебя тоже попутали с брюнеткой. Из всего из-за этого у нас никакого не отдыха, и деньги на ветер, и вот, пожалуйста. Такая вот ситуация складывается. Так, вы тоже свидетеля, да, заявляли? Да, конечно, Ваша честь. Пригласите, пожалуйста, в зал свидетеля-ответчика. Свидетеля-ответчика, пройдите. Ползет анакон, даёт. Да ладно, сестра твоя. Ваша честь, я Солодкова Мария Борисовна. Я считаю, в данной ситуации я виновата в том, что я не предупредила мужа о том, что мой брат приедет с дамой. Я общалась с ним, мы с ним очень часто общались и по телефону, и вот он приехал в гости. Он даже не обмолвился о том, что у него есть невеста. Если есть невеста, если серьёзные отношения, обязательно брат мне об этом скажет. Я считаю, что в данной ситуации виновата она. Да, конечно. Это хорошо. В результате всех так хорошо. И ваша версия, пожалуйста. Ну, ваша версия. Почему вы считаете, что невеста вашего брата виновата? Я считаю, что она виновата, потому что прежде всего женщина, когда к ней подходит мужчина, чужой мужчина, интуитивно должна его чувствовать. По шагам, по запаху. Ну, правильно, ты за спиной лежала. Я прилёг со стерей. А я чужого мужчину не почувствовала. А я в темноте тоже не видел. Простите, пожалуйста, а мужчина, который муж, он не должен, как вы говорите, интуитивно, по запаху понимать, что он ложится в постель с малознакомой, я не побоюсь этого слова, с чужой женщиной. Мужчина не должен, только женщина должна. Ваша честь, я хочу сказать, что мой муж, во-первых, шёл в свою комнату, в нашу супружескую кровать, поэтому у него, понимаете, мысли были направлены о том, что он идёт к жене, потому что это его родное семейное ложе, прежде всего. Понимаете? И тем более он был немножко выпившим. Суд удаляется для принятия решений. Хочу всех встать. А теперь вернёмся в зал суда. Суд оглашает решение, принятое по делу. Суд, заслушав исковые требования ССА, возражения ответчика по заявленным исковым требованиям, а также рассмотрев встречные исковые требования, заявленные ответчиком в данном судебном заседании, опросив свидетелей со стороны ССА и свидетелей со стороны ответчика, а также рассмотрев представленные документы, иск о возмещении материального вреда, заявленное ИСЦом, суд считает необходимым удовлетворить частично. Суд взыскивает с ответчика в пользу ИСЦа, понесённый ИСЦом расходы на лечение в размере 37 тысяч рублей. В удовлетворении требованиями о компенсации имущественных потерь, как по первоначальному, так и встречному, иску суд считает необходимым отказать. Суд удовлетворяет требования о компенсации расходов, понесённых на лечение, потому что в случае причинения вреда здоровью, лицо, причинившее вред здоровью другому лицу, обязано его возместить. В соответствии с правилами части 1 статьи 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данном случае при причинении вреда жизни или здоровью гражданина отказ от возмещения вреда не допускается. Поэтому суд устанавливает причинно-следственную связь между действиями ответчика и тем ущербом здоровью, который был нанесён ИСЦу. Из ИСЦу в судебное заседание представлены соответствующие документы, подтверждающие понесённые им расходы на лечение, которые он не мог получить бесплатно. Размер этих расходов на лечение составляет 37 тысяч рублей. Суд отказывает каждой из сторон в удовлетворении заявленных друг другу требований имущественного характера, как о компенсации стоимости авиабилетов, туристических путёвок, проживания в гостинице, так и в компенсации стоимости восстановительного ремонта в загородном доме, потому что суд пришёл к выводу, что в произоотшедшем есть вина обеих сторон в виде проявленной грубой неосторожности. Наличие грубой неосторожности со стороны потерпевшего в возмещении ущерба при наличии грубой неосторожности в возмещении ущерба может быть отказано в соответствии с правилами части 2 статьи 1083 Гражданского кодекса Российской Федерации. Поведение обоих потерпевших суд расценивает как грубую неосторожность, поэтому основания для удовлетворения о взыскании как 120, так и 75 тысяч суд не находит. Истец и ответчик суд огласил своё решение, дело закрыто. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Сто с лишним тысяч потратил в пустую. Вот чем такую сестру иметь, и врагов не надо даже. Кто бы знал, что в своём доме попадёшь в такую ситуацию. Дверь выбили, лестницу сломали, а теперь ни копеечки не заплатят. Субтитры подогнал «Симон»!